Здравствуйте! Сегодня я бы хотела поговорить про петунии. Взошли в сходы петунии, посеяны от 14 марта. Взошли они на пятый день и сегодня им неделя. У меня возникла такая проблема отсутствие досветки. У меня нет фитолампы и последние две недели у нас в регионе нашем идут дожди, постоянно облачно и мои петунии стали сильно вытягиваться. Сейчас нужно будет подсыпать, чтобы они были более такие приземистые. Места еще маленько им хватает и чтобы они компенсировать недостаток солнечного света, я их буду опрыскивать цитовидом. Цитовид скорая помощь для растений. Полный комплекс макро и микроэлементов в хилатной форме. Много хороших показаний для замачивания семян и посадочного материала корневых и некорневых подкормок. Предотвращает развитие различных видов пятнистости листьев, плодовых и корневых гнилей. Также при любых неблагоприятных условиях, при стрессах растений. Разводится он в такой пропорции 1,5 миллиграмма на 1,5 литра воды. Такой бутылечки я уже отсюда взяла. Так как раствор этот нельзя хранить, то берем определенное рассчитываем количество, объем воды. У меня питуней, конечно, побольше, чем здесь. Я потом покажу, что буду дальше с ними делать. Для того, чтобы опрыскать, нужно 200 миллиграмм воды. Бутылечки. И на 200 миллиграмм воды нужно будет взять, набирая шприцом, одно деление этого раствора. Взяла я двухкубовый шприц, потому что куда более большим будет непонятно. Вот один кубик и развожу я просто. Добираю еще чуть-чуть воды. Она будет слегка иметь цвет. Мне, допустим, хватает раствора 200 миллиграмм, если считать по площади посевов, где-то на 3-4 квадратных метра их опрыскать. Разводим и опрыскиваем. И сверху я уже потом их подсыплю землей. Надеюсь, что поможет, компенсирует и в ближайшие несколько дней они все-таки выправятся и будут расти. Теперь подсыпочка. Можно ложечкой, кому как удобно. Обычно так быстренько набираю. Потом уже можно будет распределить получше. Грунт беру самый обыкновенный цветочный. Если остаются от бегонии или от гераний и других остаточки грунта специального, я их просто потом в кучку все перемешиваю, чтоб не пропадало зря. И также использую для питунек, также и для бархатцев я делаю иногда смесь из остатков грунта, который уже в принципе никуда не пойдет, но и хранить нет его уже смысла, потому что упаковка вскрыта. Поэтому эти цветы особо не требовательны к грунту. Мы их подпрыскали, сейчас подсыплю еще и надеюсь, в течение 3-4 дней они все-таки станут лучше расти. Недостаток света очень-очень плохо. Даже температурный режим будет где-то 18-19 градусов, чуть ниже чем положено. Хотя они у меня бывали случаи, когда и при 18 градусах неплохо разбивались, но при солнце. Так что для питуней солнечный свет играет самую-самую важную роль. Чуть-чуть где упала земля, чтобы она тут убрать. Пальчиком подержу, между ними слегка притоптать, где-то чуть побольше подсыпать, в каком-то краю. Такой процедурой их подукрепим, чтобы они сильно не растягивались, не вытягивались. А были такие более коренастые и симпатичные. Так, я думаю, достаточно. Семена у меня оказались близко между собой, но это за счет того, что распылителем они у меня в первые дни при поливе, при опрыскивании. Семена мелкие расползлись по всей таре по объему. Я думаю, этого пока будет для них достаточно. Если вдруг вытянется, я покажу другой еще один хороший способ, как эту проблему с вытянувшейся питуней решить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...